Весенье, люби, такая же красивая Птичка Вот такая уже красивая птичка Лена камеру неправильно перевернула Ах, красивый, насыщенно желтый По спинке такая полосочка есть И сегодня вы, мои красавчики, едете в ближайший брудер Где будет вам посвободнее Тихо Вот такие чуть ли на лапы У меня руки после конди корма Тихо 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 Не плач Не плач Дам тебе калач Это ты был, или не ты? Сейчас хорошо подиемся на птичку Лучше ее взять Вот так И барыкаюсь я, и барыкаюсь Но я тебе легонько Я же тебе легонько Не хочу и прижать, и поломать Но хочу показать нашим зрителям Какая это линия Перепилат техасский Ай, длиннолапый, ты как страус Скорее всего, что ты будешь петух Ну посиди вот так у меня на руке Посиди Не хочешь, чтобы я на тебя поделилась Как тебе грудка показать Показать нашим зрителям Какая у тебя грудка Опять Что за перепила Ну это же надо именно взять И мне сюда наделать Вот этих какашек Ой, ужас Прямо мне всю Так, все-таки я хочу подивиться И показать грудку Покажешь, ты покажешь Крилочки вот так тебе зажму Вот мы дивимся в перепиляткове Какому 10 дней Ой, родился ты когда в среду А сегодня субота Вот такое счастье Перепил альбиност техасский Тут еще у них на грудке пушок Вот мы видим Такие колодочки чуть-чуть обрастают Лапы длинные Ну уже ввешу мою руку Да, вот так Пальцы, голова Длинные Ноги, да Я бачу, что ноги даже очень длинные Хорошая пташечка Хорошая По крылове Размах крыла тоже хороший Ну скажи нам не летать Нам на мяско, чтобы была птечка здоровенькая Иди Вот 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 Желтенький 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 Видно, голова прямо насыщена Такая Желтенький Обязательно Перепилам надо тепло В обязательном порядке На перепилах Вот таких Мясного направления Экономить нельзя Потому что Вы потом не получите Веси птицы для мяса И также Вы не получите Репродуктивную птицу Вона вам То ли занесется Дуже пизно То ли вообще не будет нестись То ли это будут Как я говорю Воробьи То капюро И все Вони вам будут В убиток Вы будете их выращивать Кормить Но пользы Мать не будете Так что Лучше Дать Полноценный Качественный Комбикорм Не экономить Не экономить в тепле Не экономить в чистоте Обязательно Надо убираться И добавьте Хоть Часточку Часточку Своей любви Своего тепла Внимание И птичка Не пройде 40 дней И птичка Вас отблагодарить Вона отблагодарить Вас Очень вкусным яйцом И так я бачу Что одна птица Больше вдевается Другая птица Больше Роздита Ну это тоже Может быть Как То ли Петушок То ли Курочка И то ли Птица Ишла в оттенках Одни были чуть Желтоватые Одни бельоси Вот может быть И Усовершенствовано Лично Мною Внизу Брусок Оно Покажите Нашим зрителям Как Лена Сделала Вот такую Кормушку Вот Тут Брусок На 4 сантиметри Висотою И на этот брусочек Я врезала Зверху Саморезом Вот именно По центру Врезала Саморезом Присоединив Эту миску Чтобы она у нас Могла крутиться Вот Но перепела Не могли ее Столкнуть Вот Вона крутиться Но они не могли Из этого бруска Столкнуть Вот так вот Перепела Кушают У нас Вот с такой Кормушки Сверху Можно поставить Банку И так же Если на ночь Ночное кормление Или мы Уходим По своим делам Вот перепелочки Наши Кушают В 10 дней И они Хорошо Достают Это я говорю вам Для того Чтобы вы понимали Высоту Вот этих вот Лапок Высоту Вот эти Примерно Ну визуально Это понятно Ну и примерно Вам будет понятно В каких размерах Это птичка Альбинос Техасский Самый крупный Из местных пород Техасский 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 Любочки Вы мамы Вот Как вас можно не любить Как вы таки умненькие Такие хорошенькие Я показываю Я показываю Корм Что перепела У меня едят И еще Измельченный Корм То есть Я измельчила На измельчителе Я оставлю ссылочку Такой Грязненько Надо убираться И желательно Убираться Каждый день Так как помет Даёт Свои Запахи Газы Даже от того Что не убираться В помещении Не убираться В брудерных Перепилятниках Может быть Подеж Мы рассматриваем Что может быть Подеж Поголовье Так как они Отравляются Собственными Вот этими Газами В брудере все равно Жарко Лампа красна включена Витяжка Есть Я сейчас Отключила Потому что Галдять Перепила Петухи Плюс Работают Витяжка И вы меня просто Не почуете Вот Внимательно Дивимся Наши перепилята Все таки Перебирают Кринишки Перебирают Пиречка Сидячи Уже на ножках Устоять не можем Вот так Они перебирают Каждую Криночку Вычесываются Вот так Вычесываются Вычесываются Постепенно Одеваются Одеваются Мои Красавчики Мои 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 Добрный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Улякается, тут у нас еще запасные петухи в кредке есть. Ай-яй-яй-яй-яй, беднявся, а ты и разлився. Запасные петухи, марадоры, крылья. Моржата, маменька. Моржата нагревается под красной лампой. Будет тепло, будет качественный корм, будет хорошая крепинка. Все, разбудила я вас, разбудила. Хорошие пальчики, длинненькие, ножка хорошая. Вообще хорошенькие, хорошенькие. Хорошенькие вы мои перекривочки. Вот эти пальчики у нас такие длинненькие, как у курицы взрослых. И грудка, кажи, у нас уже есть, да. И грудка есть. Грудка, какая-то такая у них тоненькая, тоненькая. Но, может, что она растет, что будут головатые. Но, по показателям, птица хорошенькая. Мне нравится. Мне нравится. Перепилов я своих выращиваю на стартовом комбикорне зеленый лист. И уже с сегодняшнего дня я им даю не перебитый на измельчителе корм. Такий, как есть, таки и даю. Тупи-тупи и сели. Тупи-тупи и сели. Ну, я думаю, тут вы еще побудете дня два-три. И отправлю я вас в ассояси, раздилю. Так как грудер у меня цей двухэтажный. Сейчас они находятся на верхнем этаже. И дня через три вы опуститесь уже на нижний этаж. А дни останутся зверху. Сейчас я им дам водички, дам кушать. И пускай ростут здоровые. Наши родичи гарбузовые. Дасть бог вырастут. Покажут себе в работе ці перепилочки. И пустим их в действие. Перед тем, как пустить в работу птицю, нам надо знать, какой в ней будет вес. Зарезать парочку перепилочек. Побачить, какая будет сама по себе тушечка. Якое яйцо. И, как говорится, в час добрый. В час добрый. Час добрый. Час добрый. А ну. И цю хочу сфотографировать красуню. И цю хочу сфотографировать красуню. Грудка хорошая, красивая. Такое сердечко рассоединение у них. Видно, да? Видно, козелена. У нас уже все видно. Я камеру споруду, а воно за мной идёт. Часи видно нас. Хорошенький. Не буду я вас охлаждать. Закриваю двери. Дам воду. Дам корм. И ростить здоровье. Бывает, так открываешь чуть-чуточку заслонку. Дивишься, они порозлягаются. Лапки протягивают. Только меня увидят. И всё. Подъём. Если был бы тут корм, уже б кушали. Если была бы вода, водичку пили. Да? Да? Да, мои зяечки. Дивлюсь на птицу. А что я снимаю, я не вижу. Ну, лапки мне ваши нравятся. Ну, пальчики мне ваши нравятся. Да, лёсенькие пальчики такие. О! Вот тут пальчики козелена. Гляньте, у нас пальчики красивые. Красивые, скажи, у нас пальчики. Ха-ха-ха-ха. Стребуньцы, стребуньцы. Резко сбивать температуру перепелам нельзя. И резко их работать им. Температуру и корм, и брудера. Надо всё делать плавно. Вот, сколько это нашим перепелятам? 9 дней. И в феврале было 28 или 29 дней? 29 дней, значит нашим перепелятам 18 дней. Да, нашим перепелятам 18 дней. И о чём я хотела сказать? Что лампу и ещё надо, чтобы у них горела. Тепло надо, чтобы в брудере у них ещё присутствовало. Ну, в целях экономии вы можете поставить лампу вот, с белым освещением. Ну и я делаю так. Я держу им тепло. Ага, аж лапки протягивает. Той прыгает. Той крилышки. Большинство сейчас они шалепают. От крилышки перебирают. Пёрчка. Десь там пётчисуется. Аж десь внизу пётчисуется. Животики он перебирает. Это точно как водоплавающие. Водоплавающие тоже как только покупаются, так и начинают пёрчка перебирать. Вот так и перепелочки. Это у них первое пёро. Потом они начинают пёро сыпать. Уже выходит основная пёрочка. Перебирают. Чистятся, чистятся мои красавцы. Мои женихи и невесты. Любуется, Лена. Ну а я же ж, конечно, любуюся. Это мой труд. Мои женихи и невесты. Он лежит. Ножки протянула. И сейчас же ж его разбудить, нарушить покой. Да, в этом брудере вы побудете, наверное, дня три. И всё. Будет разделение. Потому что дня три для вас перепелка очень быстро росте. День за пять. День за пять. Будет тесновато. Для крупных перепелов плотность посадки надо менять. Если у вас на полтора квадратных метра вывелись перепелята. И не надо их держать аж до забоя. Аж пока будут нестися. То есть надо перемещать их в другий брудер. Или разъединять на два брудера, на три брудера. Не держать в одном и том же самом брудере. Даже хоть у вас будет и качественный корм. Но птица будет мелкая, будет горбата. Теснота. Плотность посадки должна присутствовать. И плотность посадки, соответственно, до породы перепелки. Если это не сушки, маленькие перепела, там плотность посадки чуть больше. Если это крупная перепелка, значит их надо ставить поменьше. Ну вот, друзья, показала, как я переселила своих перепеляток у новый брудер. А тут у нас есть еще внизу один брудер, но там не включен свет. Всем пока. Притяняем дверку. До побачення. Наблюдайте за хитручкой, за нашими новыми перепелочками с указанием букв R-N, которые выращены и кормятся на комбикорме зеленый лист премиум класса. Повную информацию можете ознакомиться на YouTube-канале, в плейлистах перепела, отправки по Украине, комбикорма, ухит ручки на кухне. Вы можете увидеть перепелов, готовые тушки, как они выглядят. Ну, я говорю, в час добрый. Всего вам доброго, а нам удачи. Пока.